В данном видеоролике я бы хотел рассмотреть один важный момент, который касается всего спектра инвестиций, то есть вложений в российский рынок акций. Смотрите, в этом видео я хочу озвучить акции роста с 22 по 27-28 года в рамках текущего товарно-сырьевого цикла. То есть какие компании в капитализации будут рассеять, то есть какие компании будут показывать серьезную, сильную и бычью динамику на текущем поприще рынка и какие акции компании переоценятся в 2-3 раза. Я данный видеоролик делал несколько дней, на самом деле, то есть сценарий писал про него и подводил макроэкономическую составляющую. И сейчас я хочу это все вам презентовать. Смотрите, во-первых, российский рынок, он целится на сопротивление уровень 2008 года, 2500 пунктов. Но, внимание, это сопротивление лишь локальное, потому что РТС целится на уровень 3000 пунктов. Я об этом говорил еще в 2019 году, что мы идем туда, на перехай 2008 года, в рамках будущего товарно-сырьевого цикла. То есть тогда товарно-сырьевый цикл был будущим явлением, то есть тогда еще кризиса не было 2020 года, а сейчас товарно-сырьевый цикл это наша явь, то есть то, с чем мы столкнулись сейчас. Соответственно, и основная цель по РТС это перехай этого уровня 2008 года, потому что мы делаем с вами базу ставку на то, что нефть будет торговаться выше 150 долларов за баррель, о чем я говорю уже последние 2 года. Цель там. Вот, фундаментально, обосную еще раз, рынок нефти обречен очень сильно переоцениться, так как одним участником рынка в виде американцев и их сланцевую отраслью в мире стало меньше. То есть, во-первых, нефть в Америке добывается на порядок ниже, чем в странах ОПЕК, во-вторых, сланцевая отрасль США себя и жила. Помните те аналитики, которые раньше говорили, что сланцевая отрасль американская это будущее? Где теперь они, эти аналитики, которые говорили эти громкие заголовки, я не знаю, честно, они уже пропали с поля зрения. Вот, поэтому то, что ОПЕК добычу нефти наращивает, это, конечно, хорошо, но, внимание, это добыча нефти на порядок ниже, чем та добыча, которая была раньше в США, до 2020 года. Поэтому мы можем говорить про возобновление сланцевой отрасли в США только от нефти в 150-170 долларов за баррель. Внимание! Это первый момент. Второй момент, я еще раз напоминаю, что все, что я озвучиваю, это стратегическое направление, то есть стратегический вектор, куда рынок двигается, куда рынок целится. Соответственно, и на фактор роста цен на нефть, нефть в рублях будет дорожать. То есть при нефти, условно говоря, в 150, при паре рубль-доллар в 70 долларов за баррель, за одну единицу доллара, извиняюсь, нефть в рублях будет стоить в районе 10 тысяч рублей за бочку и выше. Там 11, 12, даже 13, 15 тысяч рублей. Этот фактор весь переоценит российский рынок. И, соответственно, российский бюджет будет рваться от денег. Почему? Потому что экспортеры, во-первых, будут прибыли гигантские зарабатывать. Они их уже зарабатывают гигантские прибыли, а будут потом зарабатывать кубически гигантские прибыли. Соответственно, государство будет подстригать эти компании в виде налогов и, соответственно, в виде дивидендов тоже будет немного стричь. Но и, с другой стороны, те, кто инвестирует в российский рынок акций, они все равно обречены получить стратегический профит с вложений на российском рынке. То есть не американские, не европейские, а российские сырьевые рынки. Потому что, напоминаю еще раз, мы находимся в товарно-сырьевом цикле. Я об этом говорю уже последние два года. В связи с этими факторами РТС и будет целиться дальше на перехай уровня 2008 года 2500 и выход уже на 3000 пунктов с плюсом. Это то, что касается перспектив нашего российского рынка. Соответственно, теперь предлагаю перейти на отдельно взятые компании. Я еще раз напоминаю, что я рассматриваю все эти имитенты с точки зрения макроэкономики и в корреляции с их сырьевыми товарами. И первая компания-то полиметалл. Вы из моих уст уже неоднократно слышали, что я жду серебро на уровне 50-55 долларов за унцию. Я дроблю график на две части. Внимание. Это не в виде, если будет, если не будет. Это в виде того, что оно так и будет. Это истинно, как говорится, последняя инстанция. То есть цель серебра находится вот здесь. На уровнях максимум 2011 и 1979 годов. Даже серебро можно ждать потом выше. И, соответственно, чем эффективнее будет раститься на серебро, тем серьезнее будет зарабатывать деньги компания полиметалл. То есть серебро и золото, они обречены только уйти в рост. Потому что в рамках текущей макроэкономической мировой стагофляции это неизбежный процесс. Я еще раз напомню, что когда наступит новый виток рецессии в мире, а это будет примерно 2023-2024 годы, Федеральная резервная система США, она обречена ключевую ставку снизить до минимумов 0,25 пункта от будущих 2%. И они обречены будут запустить по новому печатный станок в виде программы Quantitative Easing, то есть количество смягчения. И наряду с этими макрофакторами американское правительство будет запускать новый раунд пакетов стимулирования, что в свою очередь в совокупности к событиям и разгонит инфляцию в мире в дальнейшем. То есть мы получим второй виток инфляции в рамках долгосрочной стагофляции. Экономики мировые будут стагнировать, кроме развивающихся рынков сырьевых. Почему развивающиеся рынки будут бычься? Потому что цены на сырье будут расти. Вот в чем прикол. И мы получаем только лишь первый импульс роста сырьевых рынков. Внимание, первый. И, соответственно, драгметаллы в виде золота и серебра, они тоже будут расти. И мы увидим серьезную переоценку всех золотодобывающих компаний. Российских, там, будь даже американских, не играет роль. Но российских это в первую очередь. Поэтому и полиметалл, в свою очередь, когда серебро будет активно расти, полиметалл будет расти слаган там до месяца за серебром. Он быстро не растет полиметалл за серебром. Я уже много лет с полиметаллом торгую и прекрасно понимаю его динамику торгов. Соответственно, и когда участники рынка увидят, что прибыль, перспективе у компании будет наращиваться, согласно росту цен на ее сырьевые товары в виде золота и серебра, участники рынка эту бумагу будут переоценивать до уровня 2200-2500 рублей за акцию. Опять же, если мы берем рамки волнового анализа, то первая, вторая, третья, четвертая, пятая волна роста будут на уровне 2500-2600. То есть, чуть более, чем в два раза от текущих уровней. И, соответственно, компания будет дальнейше уплачивать более серьезные дивиденды по сравнению с текущими. И участники рынка это будут понимать, они это будут переоценивать. Это неизбежно в текущий момент, скажем так, времени. Также компания Polymetal добывает медь. И, соответственно, медь от Polymetal используется при производстве в дальнейшем электромобилей и оборудовании для возобновляемой энергетики. И добыча этих металлов будет увеличиваться с компанией Polymetal. Внимание! Я неоднократно говорил, что американцы обречены с года на год подписать законопроект о развитии новой энергетики. И это неизбежно при нефти в 100 и выше. Почему? Потому что инфляция бьет, учитель, по Америке и по экономике США. И, соответственно, многие производные от нефти товары дорожают. Это ставит в тупик развитие всего энергетического комплекса США. И они обречены сейчас, уже в ближайший год-два, законопроект подписать о развитии, повторяясь, новой энергетики. В свою очередь, подписание законопроекта о новой энергетике вытеснит американский нефтегазовый сектор полностью из мира, из рынков. Даже те компании, которые останутся, они будут использовать лишь те скважины по добыче нефти, какие они забурили еще год-два-пять лет назад. Какие еще не выкачаны. По сегодняшний день, я имею в виду. И в рамках данной ситуации нефть будет сильнее расти в дальнейшем. Инфляция будет сильнее раскручиваться. И сырьевые товары, в свою очередь, тоже будут в дальнейшем расти. Там медь, золото, серебро, платина, палладий в том числе. Поэтому по полиметалу учитывайте те факторы, которые я вам озвучил. Если вы в него вкладываетесь на долгосрок, вложение и ожидание, в принципе, окупится. Но если короткосрок, то не так все просто. Поэтому только эту компанию можете рассмотреть с точки зрения на долгосрок, потому что, повторяюсь, серебро, оно будет в дальнейшем расти. К примеру говоря, я и сам ставку на серебро сделал. Я покупаю активно физические слитки, то есть металл данный, я покупаю серебро. И от уровня 55, 60, а может быть и выше, я буду его продавать с курсовой прибылью в 2,5 раза от текущих уровней. То же самый полиметалл. А кто покупает его, те в долгосроке будут продавать по 2,500-2,600. Фиксируют двухкратную прибыль. Далее горно-металлургическая компания Норильский Никель, ГМК Норникель. Ситуация тут заключается в том, что дефицит никеля в мире будет только расти. Это неизбежно. Почему? Потому что не побоюсь такого серьезного, я бы сказал, уверенного прогноза о том, что электротранспорт в этом десятилетии будет бурно развиваться. Я считаю и я убежден в неизбежности этих процессов. Потому что основные флагманы, драйверы этого развития идут со стороны западных стран. Со стороны США и Европы в первую очередь. Потому что сейчас очень сильно широкая общественность, но я не побоюсь слова лоббисты, они заинтересованы в озеленении энергетики. Поэтому ждем в этом десятилетии активную перестановку на новые виды энергетики в многих странах. Причем быструю, серьезную перестройку всего этого энергокомплекса. И соответственно внедрение этих автомобильных проектов под дальнейшее развитие. И как следствие, никель-литий, они будут необходимы в автомобилях с электронным подтекстом. То есть электромобилях. Соответственно основной добытчик никеля в мире это ГМК Норильский Никель. То есть никель будет расти, ГМК Норильский Никель будет тоже расти. То есть металл, я имею в виду сам металл, то есть никель будет расти в такой ситуации. И участники рынка, глядя вот на всю эту ситуацию, компанию ГМК Норникель будут переоценивать. Почему? Потому что у него заклада в ожидании то, что прибыль в компании будет расти, соответственно дивиденды тоже будут увеличиваться. Но и помните другой нюанс, что ГМК Норникель добывает в том числе Паллади. Спрос на Паллади никуда не исчезнет. Мы столкнемся со снижением спроса на Паллади только к концу текущего десятилетия. Но никак не раньше. Поэтому и Палладий тоже в рамках данной ситуации будет расти до уровня 3000 долларов за унцию. К уровню своим минувшим историческим максимумом. И никель будет расти Палладий. И тем самым в совокупности этих факторов рост этих металлов, никеля и Палладия, будет переоценивать компанию ГМК Норникель. То есть основные цели ГМК Норникель, не побоюсь этого прогноза, 50 тысяч рублей за акцию. Никель еще там в несколько раз переоценится. И Палладий тоже. В два раза до переоценится. Но и с точки зрения волнового анализа, если посмотреть, то это лишь третья волна роста ГМК Норникель. Четвертая коррекционная уже по факту идет. Пятая волна роста будет вверх. 40-50 тысяч рублей за акцию. Так что данный эмитент тоже следует учитывать. ГМК Норильский Никель. Так как никель-то еще используется для изготовления солнечных батарей, ветряных турбин, биоэнергетических установок и другого оборудования для возобновляемых источников энергетики. Важно помнить то, что без никеля в текущее момент время, в текущей исторической эпохе, нельзя представить производство современных устройств, даже компьютеров, либо обороны промышленности и прочего в этом духе. Другой эмитент это компания Русал. А компания Русал добывает алюминий, и дефицит на алюминий мы уже получаем. То есть чем дальше будет идти время, чем серьезнее будут расти спрос на данные сырьевые товары в виде алюминия, то тем эффективнее мы будем получать дефицит этого металла в мире. И соответственно на этом дефиците алюминий будет переоцениваться в пользу роста. Как следствие, акции Русал будут расти. Я еще раз напоминаю, что при росте цен на сырьевые товары, которые мы получим, и мы уже получим, и мы их будем получать в дальнейшем, это лишь будет охарактеризовать и подчеркивать мои слова о глобальной стагфляции мировой. Экономики стран, широкий стран стагнирует, но инфляция при этом растет. Все внимание на сырьевой рынок. Чем он будет выше, тем инфляция будет эффективнее. Поэтому и компания Русал целится на уровень 100 с плюсом рублей за акцию. То есть 100 рублей это лишь такое вот локальное сопротивление. Почему? Потому что компания Русал, в том числе, владеет акциями компании ГМК Норникель. Русал это основной мажоритарный инвестор в ГМК Норникель. То есть корреляция Русала и ГМК, она идентична друг другу. То есть растет компания ГМК Норникель, участники рынка пампят и компанию Русал. То есть она тоже растет акциями, компания Русал. То есть корреляция между ними абсолютная. И соответственно второй фактор это рост на сырьевые товары. Это надо учитывать. Далее компания Полюс Золото. Тоже открываем мельчинный график. Еще раз напоминаю, что золото целится на 3000 долларов за унцию. Я еще раз напоминаю простую вещь, что сейчас эти металлы золото-серебро активно демпингуются. Страна Американца. Почему? Потому что распечатано большое количество контрактов в мире на эти сырьевые товары. То есть фьючерсов и опционов. Вот это деривативы рыночные. Важно помнить то, что эти металлы, добыча этих металлов из года в год спадает, сокращается. И в дальнейшем, в долгосроке, даже текущего десятилетия мы будем сталкиваться с дефицитом этих металлов в мире. Уже в рамках текущего десятилетия. Не будущего, а текущего. И смотрите, когда технически по биржевым механизмам начнется вынос ценовой золота от уровня 200-300 и выше, и по серебру от 28 долларов за унцию и выше, мы получим капитальный шартовый вынос по этим металлам вверх. То есть они переоценятся от тех будущих уровней в два раза. Еще раз напоминаю, что в рамках этой сырьевой переоценки и акции компании Polizol тоже будут расти с точки зрения волнового фактора. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая волна роста будет на уровне 22-24 тысячи рублей за акцию по компании Polizol. То есть переоценка в два раза от текущих уровней. И, соответственно, если рассматривать компанию на долгосрок, тут прогадать не получится, потому что все макроэкономические механизмы по сырьевому рынку, они уже учены в совокупности с биржевыми механизмами. Поэтому и серьезную ставку, я убежден, нужно делать на компании, которые добывают золото и серебро. В России это полиметалл и полизолото. Именно они имеют серьезный акцент к переоценке их акций. Повторяюсь, пока демпингуются цены на золото и серебро, страна американских инвестбанков, это хорошая возможность эти металлы подкупать, потому что в дальнейшем они будут серьезно переоцениваться. Далее компания Аэрофлот. Я неоднократно озвучил, что Аэрофлот будет основным, в том числе флагманом роста российского авиасектора в будущем. То есть, смотрите, технически Аэрофлот торгуется формацией обратного треугольника. То есть, стратегическая цель, притяженная цель, находится на уровне 260-270 рублей за акцию. То есть, в рамках долгосрочной торговли вы здесь получите капитальный бычий тренд. В ближайшие лет 5-6. Соответственно, и какие факторы переоценки этой акции? В первую очередь, это рост авиаперевозок. И, соответственно, Аэрофлот это гигант на российском рынке. Это государственная авиакомпания. Это номер один компания на территории СНГ. Не России только, а СНГ всего. Содружность независимых государств бывшего Советского Союза. И, соответственно, у компании Аэрофлот имеется огромное количество дочерних предприятий, которые генерируют ей дополнительные денежные доходы. И, соответственно, эти дочерние предприятия это лоукостеры. Это компании, авиакомпании, которые занимаются перевозкой бюджетных пассажиров. То есть тех лиц, которые не готовы платить за билеты цену выше 5-7 тысяч рублей на короткосрочной и среднесрочной дистанции авиаперелетов. Поэтому генерация потоков стороны Аэрофлота будет идти в том числе и от ее дочерних предприятий. И, соответственно, да, сейчас Аэрофлот целится на поддержку уровня 40 рублей за акцию. Да, в Аэрофлоте была доп. эмиссия в 2020 году на уровне 60 рублей за акцию. Но запомните эту простую вещь, что по мере прихода иностранцев на российский рынок, что, в принципе, будет. И тоже маленький нюанс. Государство сейчас рассматривает снижение налогов для иностранцев от нынешних 35% до 13%. Если они налог этот снизят, то у нас будет бурный приток и нарезов на российский рынок иностранцев. То есть иностранные деньги будут переоценивать российский рынок. То есть доллары будут приходить на российский рынок, конвертироваться в рубли, и за рубли покупаться будут акции компании. И если вы думаете, что санкционная риторика в адрес РФ Бутуку ужесточатся, вы ошибаетесь. Самые жесткие санкции были введены в 2014 году. Ничего другого ввести западные страны не могут. А сейчас тренд в рамках сырьевого цикла, тренд на развивающиеся рынки дан. Все. Поэтому и переоценка Аэрофлота тоже неизбежный процесс, как говорится. Соответственно, на всем этом факторе, в том числе и финансовые показатели Аэрофлота будут улучшаться. И компании будут в дальнейшем уплачивать более повышенные дивиденды с точки зрения генерации прибыли. И эти дивиденды будут переоценивать компанию в рынке. То есть первая цель это сопротивление 120 рублей за акцию. Конечная цель это 200-270 к 27 году. Далее компания Газпром. Наши старые подписчики помнят одну вещь, которую я озвучивал. Мы находимся на пороге эпохи водорода. Газпром уже начинает задумываться о том, чтобы заниматься этой отраслью более полноценной, то есть водородной. Европа готова перейти на эту новую энергетику. И соответственно Газпром имеет влияние на весь европейский рынок. Не следует думать, что Газпром эту долю в рынке потеряет. Нет, Газпром долю газового рынка Европы будет наращивать в будущем. Российская Федерация как была основным олигополистом на газовом рынке Европы, на сырьевом рынке Европы. А на этом рынке Европы так и останется самым олигополистом по широкому спектру сырьевых товаров. Соответственно и Газпром в будущем по мере роста денежных доходов его дивиденды будут расти. И участники рынка эту компанию будут переоценивать. Запомните эту простую вещь, что с точки зрения волнового анализа, первая, вторая, это лишь третья волна роста. И третья волна роста вероятно закончится на уровне 500 рублей и выше. То есть первая, вторая, третья, четвертая, пятая волна роста в рамках третьей глобальной волны будут 500 с плюсом рублей. Поэтому если вы вкладываетесь, либо удерживаете акции компании Газпром, то на долгосроке все эти вложения у вас окупятся. Просто необходимо набраться терпения. Далее акции компании Татнефть. Это нефтегазовая компания в республике Татарстан. На самом деле сейчас акции Татнефть очень серьезно недооценены по отношению ко всему рынку нефтегазового сектора в РФ. И соответственно основной антидрайвер роста это налоговое бремя на компании Татнефть. Я еще раз озвучу мысль, что скорее всего государство будет налоговое бремя от Татнефти рано или поздно избавлять по миру сцен на сырье, то есть нефть. И соответственно как только это избавление будет афишировано в массы, рынок на потенциальном будущем, росте денежных доходов, росте дивидендов, эту акцию компания будет резко переоценив в пользу роста. 750, 800 и 1000 рублей за акцию ее конечной цели. 1000 рублей за акцию. То есть мы получим очень скоро возврат выплаты дивидендов к допандемийным уровням. Это как говорится неизбежно. И в этом видеоролике я стараюсь акцентировать внимание на те акции, которые торгуются вблизи своих исторических по факту минимумов, либо вблизи своих среднесрочных минимумов. И в первую очередь компания сырьевые и компании транспортные. Поэтому подводя итог в данном видеоролике, учитывайте те компании, которые я здесь озвучил, так как они основные флагманы переоценки всего российского рынка. И внимание, их капитализация, эти компании будут расти согласно тем макроэкономическим факторам, а именно базовому росту цены сырьевые товары и росту пассажиропотоков в будущем, в текущем десятилетии. И если эти факторы в принципе учесть, то можно неплохие деньги сделать на всем российском рынке. И внимание, еще раз повторю, что сейчас началась эпоха развивающихся рынков. Это макроэкономический цикл в рамках глобального товарно-сырьевого цикла. И пока нефть не дойдет до уровня 150-170 долларов за баррель, нельзя говорить, утвержденно, что тренд закончился. Вот когда нефть будет на тех уровнях, тогда можно сказать, что вероятнее всего тренд подходит к самозавершению на развивающихся рынках. И помните одну простую вещь, что в рамках глобального сырьевого цикла, как оно было раньше, как оно пришло, и сейчас, деньги будут поступать только иностранные деньги, мировые деньги, мировой капитал будут поступать только на развивающиеся рынки. Это Россия, это Китай, это Ближний Восток, это Латинская Америка, это все нефтегазовые страны в первую очередь. И отток будут идти из развитых рынков, из технологических акций в сырьевые акции. Поэтому пользуйтесь этой возможностью, пока рынок вам ее дает. Пока рынок дает вам покупать эти акции компании в инвестиционный долгосрок по более или менее низким ценам, этим надо пользоваться. Если вы этим не воспользуетесь сейчас, то в будущем подобных идей на рынке уже не будет. В будущем, то есть к концу текущего десятилетия, к 30-му году. А текущий сырьевый цикл, он будет идти в рамках текущего десятилетия. Надеюсь, данный видеоролик был для вас максимально полезным, поэтому рекомендую вам подписаться на все наши медиаресурсы в каждом описании, под каждым видеороликом, в первом пункте нашей телеграм-канала. Я там публикую мнение, аналитику, обозрение, технический анализ, свои торговые сделки в рамках спекуляций, либо в рамках инвестиций, не играет роль. По российскому, по американскому, по китайскому и по товарно-сырьевым рынкам в том числе. Информация, которая выходит на данных медиаресурсах, в телеграм-каналах, в контакт-группе и в инстаграм-канале, «Задержка во времени» поступает на YouTube-канал. И помните, что мы все обречены на прибыль, лишь время и грамотные стратегии, наши главные союзники. Благодарю за внимание. До свидания.